Ну а чуваши сегодня отмечают национальный праздник Сурухури. В переводе на русский язык – овечья нога. По преданию, в старину незамужние девушки выходили в хлев и ловили овец. Такой вот необычный обряд помогал узнать цвет волос будущего мужа. Удивительно, но о древнем обряде не забыли до сих пор. В некоторых чувашских деревнях на овцах гадают и сейчас. А с сегодняшнего дня по улицам начнут ходить ряженые. Они будут стучаться во все двери и пугать людей. Считается, что так дома очищаются от злых духов. Почитатели чувашской культуры собрались сегодня за одним столом, который ломился от угощения и домашнего пива. Давним традициям старались следовать даже в зале ресторана. Чтобы Новый год приносил счастье и достаток, по полу рассыпали горох и орехи. Песни исполняли тоже со смыслом, причем не только на гармоне, но и на чувашском народном инструменте, который изготовил известный мастер Николай Фомеряков. А накануне Нового года был выпущен календарь. На его страницах отметили все чувашские старинные праздники. Всего их 20. Сурхури – первый по счету. Приехали на торжества и гости из Москвы, представители чувашской диаспоры. Наша история идет в глубь веков. И мы должны сосредоточить свое внимание на том, как мы раньше выживали. То есть, с кем общались, как наше государство, например, называлось. И откуда наши корни.